Я считаю, что то, что делает Путин, это абсолютная катастрофа. Я считаю, что то, что он делает, наносит огромный урон России, гражданам моей страны, наносит огромный урон Украине и гражданам Украины. Если бы он хотел действительно помогать русским в Крыму, он мог бы это сделать. Вот сейчас, например, взял бы и помог финансово, там, учителям, врачам, пенсиарям и так далее. Он мог бы там вкладывать деньги в дороги, строительство и так далее и тому подобное. Зачем нужно захватывать чужую территорию? У нас огромная Россия, не обустроенная. У нас дорог нет в России, у нас нищих больше 20 миллионов. У нас замороженные зарплаты и пенсии, у нас растут цены на все, у нас экономический кризис. Можно объяснить мне, зачем нам еще чужие территории? Зачем это нужно? Кому это нужно? Зачем вот из дружеского, братского народа делать врага? Вот я не понимаю. Я не могу объяснить рационально поведение Путина. По всей видимости, он мстит Украине за Майдан. По всей видимости, он безумно боится того, что Майдан будет в России. Я вам ответственно хочу сказать, что в России не будет Майдана, если его Путин не спровоцирует. Если он будет воровать, как Янукович, если он будет беспредельничать, как Янукович, если он будет стрелять людей, как Янукович, то он, конечно, получит Майдан, это правда. Если он будет себя вести прилично, у нас не будет Майдана. У меня ощущение, что он это делает, чтобы избежать Майдана, а не для того, чтобы помочь кому-то так. Как российское общество воспринимает происходящее в Украине? Дело в том, что российское общество находится под дичайшим давлением вот этой путинской пропаганды. Зомбоящик работает на полную силу, а пропагандисты, которые, собственно, служат за большие деньги, им главное не правда, им главное не честное освещение, а главное угодить хозяину. Что ж, обладая ядерным оружием, мы четыре года ведем войну с Украиной. Чего бы нам не скинуть всего одну бомбочку на Киев, уничтожить киевский фашистский режим, и все, проблема решена. Ответьте мне на этот вопрос. Вот этот бред, вот эта вот ахинея, вот эта ложь наши граждане слышат с утра до вечера, да? И, конечно, многие люди, которые не пользуются социальными сетями, интернетом, они мало-помалу начинают в это вообще верить. Дальше, есть партия интернета, то есть есть люди, которые владеют объективной информацией, которая происходит в Украине. Вот эти люди, конечно, гораздо адекватнее относятся к тому, что происходит. Я считаю, то, что делает Путин, это абсолютная катастрофа. Даже если ему удастся аннексировать Крым, да, мы получим Украину, как вражеское государство, которое никогда не простит России вот эту самую аннексию, эту самую оккупацию. И, кроме того, Путин еще грубейшим же образом нарушил два фундаментальных договора с Украиной. Первый договор о безъядерном статусе Украины, он был подписан в 1994 году. Так вот, взамен на безъядерный статус Россия взяла на себя обязательство уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Второй договор, который был подписан в 1997 году, был подписан в Киеве в конце мая. Я тогда, кстати, в правительстве российском работал. Этот договор назывался о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Так вот, там две статьи этого договора говорят о следующем. Во-первых, о том, что Россия уважает целостность и суверенитет Украины. А во-вторых, Россия никогда не будет применять силу и даже угрозу силой в отношении Украины. Вот все статьи, мыслимые и немыслимые соглашения между Россией и Украиной, которые есть, Путин нарушил. Как можно к нему относиться, нормальному человеку?